МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стратегическая цель, к которой необходимо стремиться аграрному комплексу Гомельской области, планомерное увеличение площади обрабатываемых пахотных земель. Целенаправленная работа, которая проводится в этом направлении, приносит конкретные плоды. Повышение требований к руководителям на местах, а также к субъектам хозяйствования в эффективном использовании всех земельных угодий является одним из направлений деятельности органов власти по наведению порядка на земле. Умение грамотно распорядиться земельным ресурсом приносит ощутимый доход государству. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. В Гомельской области ежегодно в хозяйственный оборот вовлекают от 12 до 18 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Из этого количества наибольшая часть, как правило, передается сельскохозяйственным организациям, оставшиеся в состав Гослесфонда. За 6 месяцев этого года передано в Хособорот около 5 тысяч гектаров пустующих земель. Фактически эта цифра сопоставима с площадью среднего сельскохозяйственного предприятия. Работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель проводится в Гомельской области на постоянной основе. Например, в прошлом году было введено в Хособорот 16 тысяч гектаров. Основные цели такой деятельности – комплексное наведение порядка на земле, устранение условий для захламления и засорения земель, повышения культуры сельскохозяйственного производства, увеличение площади сельскохозяйственных угодий, улучшение эстетических условий проживания жителей региона. И проводят ее многие ведомства, в том числе Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и все его территориальные подразделения, а также фонд обл. имущества, землеустроительные и санэпидслужбы, райисполкомы. Работа по наведению поддержания порядка на территории области ведется постоянно. Особую активность она приняла под руководством нашего председателя области полкома Владимира Андреевича Дворника. Она приведена в более системный характер. Туда включены все резервы, которые у нас имелись на территории области. И это на сегодняшний день облегчено в определенную систему. И эта система дает определенный результат. Основная задача землеустроительной службы, по словам Александра Матареса, сделать так, чтобы на территории нашего региона не осталось неиспользуемых земель. Но очевидно, каждый из нас видит, что мы не страдаем от дефицита земельных ресурсов в силу плотности населения. Уже сама по себе вот эта причина дает повод о том, что нужно включать все административные ресурсы для того, чтобы задействовать всех возможных землепользователей в использовании земли и поддержании на ней порядка. Если же вести речь о контроле землеустроительной службы и мероприятии по наведению порядка на земле, которые реализуются в населенных пунктах, то здесь общая цель – обеспечить отсутствие в них пустующих и ветхих домов, а также неиспользуемых земель. Поэтому, говоря о масштабах такой работы, надо отметить, что в Гомельской области ежегодно сносится более 5000 ветхих строений. К слову, это больше, чем во всех прочих вместе взятых регионах Беларуси. За 6 месяцев нынешнего года на Гомельщине снесено около 1500 пустующих ветхих домов. Ну, а что касается населенных пунктов, то снося дом, мы же предполагаем, сколько занимает постройка, да, это незначительные площади, но мы идем по пути, что сносить нужно там и столько, чтобы было максимально вовлечено в хозяйственный оборот количество земель. Мы же видим тенденции, которые происходят на селе, и даже по нашей статистике она нерадужна. Начиная с 2013 года в Гомельской области стало порядка 30 населенных пунктов, ушли из регистра, то есть их не стало. Вот, это говорит о том, что отток населения с деревни имеет место, и поскольку там людей нету, и они не используют земли, нам нужно сделать все для того, чтобы они не превратились в свалки, и чтобы они не превратились в кусты и сорняки, а чтобы по-прежнему отдавали пользу. Кстати, аналогичную работу по вовлечению земель в хозоборот проводят и в других регионах страны. При этом те наработки, которые имелись у землеустроителей Гомельщины, переняли коллеги из других областей. То, что на территории всей республики эта работа проводится, тут, можно сказать, однозначно именно так. Но если уже говорить с позиции оценок, то я осмелюсь сказать, что при посещении главой государства нашей области мы получили высокую оценку и сказали, что на территории Гомельской области умеют наводить и поддерживать порядок. Наводить и поддерживать порядок на земле умеют, в частности, в Хоингском районе. Здесь сложилась уже своя система, которая позволяет эффективно работать в этом направлении. Так, за последние пять лет в сельских населенных пунктах района снесено полторы тысячи домов. За шесть месяцев текущего года 147 земельных домоучастков. При этом высвобожденная земля в полном объеме введена в севооборот. В каждом деле должен быть конечный результат. Эта земля должна проносить пользу. Каждодневный труд председателя Совета усилия исполкома направлен на то, чтобы сегодня обследовать, выявить и принять меры по вовлечению в хозяйственный оборот домовладения, земельного участка, который имеется при домовом участке. И данная работа у нас продолжается последние 7-10 лет. За последние годы проведена работа по всем населенным пунктам. Есть такие населенные пункты, которые сегодня прекратили свое существование. Там земля полностью введена в севооборот, это поля севооборота. Один из таких населенных пунктов, в котором еще осталось несколько жилых домов, деревня Рудаков. До Чернобыльской трагедии здесь жизнь, как говорят, текла рекой. Работали объекты торговли, образования, а также сельский клуб и ФАП. На данный момент все по-другому. В состав моего стрельческого сельсовета входит 5 населенных пунктов, которые отселялись, они граничат с заповедником. Здесь было 152 домовладения. На сегодняшний день у нас только осталось 6 домовладений, в которых проживает 9 человек. Видите, мы занимаемся введением земель все в оборот. То есть нам в этом году было выделено из соблазного бюджета 31 тысяча рублей на снос именно домовладений. Мы за эти деньги снесли 30 домовладений. И передано было 11,2 гектара на баланс сельскохозяйственного предприятия экспериментальной базы Стреличева. Именно для введения в сельскохозяйственный оборот. И вот здесь, как вы видите, растет кукуруза. В деревне Рудаков и сейчас полным ходом идут работы по сносу оставшихся ветхих бесхозных домов. Завершить их планируется нынешним летом. Еще один пример в Хоникском районе – деревня Губаревичи, где к использованию пустующих территорий и жилья подошли по-хозяйски. Здесь по чернобыльской программе снесли 125 домовладений. А чтобы земля, на которой они стояли, работала, ее передали местному крестьянско-фермерскому хозяйству родной путь. В целом же в Хоникском районе за последние пять лет после сноса домовладений, выкорчевки, древесно-кустарниковой растительности в пределах населенных пунктов вовлечено в хозиспользование 748 гектаров земель. За шесть месяцев этого года после сноса передано 57 гектаров. В 2015 году мы проводили интервизацию совместно с председателями и с полкомами. И у нас как бы определены, к примеру, где-то сейчас еще стало 600 гектаров, так вот, к примеру, определены земли, которые должны будут после сноса вовлекаться в хозяйственный оборот. Поэтому вот работа вот сейчас проводится, она не останавливается, и она будет проводиться. Благодаря выделению денежных средств и проводимой работе по сотому указу президента, то у нас сейчас, на данный момент, идет вовлечение именно земель сельских населенных пунктов. Потому что у нас район отселен, и в настоящее время стало 48 населенных пунктов. Из них в 36 идет как бы снос и увлечение земель. Тем не менее, руководство Хоникского района выражает особую надежду, что в перспективе деревни все-таки будут сохранять не только свой внешний бит, но и границы. Мы работаем сегодня с населением для того, чтобы эти дома сохранились, чтобы наследники поняли, что это родительское гнездо, которое можно минимально привести в порядок, содержать участок и получать какую-то пользу от того, что сегодня приедешь на родное гнездо и увидишь. Но если сегодня таких вопросов не возникает у наследников, то, конечно же, приходится с болью в душе эти дома сносить. Конечно, это большая боль, потому что населенные пункты прекращают свое существование. Кстати, основные работы по приведению земель и домовладений на пострадавших от чернобыльской аварии в порядок организованы силами республиканского предприятия «Полесье». Так, в прошлом году организация выполнила снос порядка 400 строений. В этом запланировано около 700. В данный момент мы работаем в Брагинском районе и в Добровском районе именно с целью такой, чтобы эти земли навести порядок и действительно эти земли вести в сельскохозяйственный оборот. Ежегодно формируется такая программа по сносу и захоронению. Назовем это Гомельская область полком собирает с каждых районов свои предложения. Потом формируется программа. Программа эта определяется под финансирование этих, так сказать, направлений. И вот мы работаем. Работы по вовлечению неэффективно используемых земель в хозоборот также ведутся и на территории Реческого района. Здесь, начиная с 2009 года, передано и вовлечено в хозоборот более 3000 гектаров земель. За прошлый год – 220. В этом году мы уже предоставили и передали для вовлечения в хозяйственный оборот практически 300 гектаров земель. За период 2016 год снесено 208 домов. В этом году мы уже снесли 255 домов. И, конечно, цифры, которые я озвучила, по вовлечению – это земли, которые в том числе высвободились и за счет сноса ветхих пустующих домовладений. В целом эта работа проводится непрерывно. И мы, конечно, не останавливаемся на достигнутом. Мы понимаем, какая задача ставится. И направлены на улучшение, на ведение порядка на территории, увеличение сельхозплощадей, чтобы земля эффективно работала. От этой работы была отдача. В Речицком районе приоритетное направление при передаче земель и определении дальнейшего пути ее вовлечения – введение в сельхозоборот. Кроме того, землю отдают и лесохозяйственным организациям, а также гражданам для ведения личных подсобных хозяйств. К слову, такие участки более востребованы в крупных населенных пунктах района. Мы находимся в населенном пункте Краснополия. Это один из населенных пунктов сельского совета Холмешского. Значит, здесь проживает около 100 человек еще, 48 домовладений. В этом году мы занимались в данном населенном пункте по сносу ветхих пустующих домов. Было выявлено здесь 18 домов. Мы снесли 15 за весенний период. Ну, три дома собственники, значит, пожелали навести порядок. Ну, в принципе, они под контролем, парадок наводится. Вот одна с улиц, где мы работали. На этой улице мы снесли 12 домов. Населенный пункт Прокисель – довольно большая деревня в Реческом районе. В ней проживают 320 человек. В прошлом году тут снесли 20 ветхих домов, в результате чего высвободилось около 8 гектаров земли. Ее передали агрокомбинату «Холмич». Теперь на месте, где когда-то стояло ветхое бесхозное жилье, колосятся зерновые. Кроме того, местное хозяйство помогло провести и благоустройство деревни. Так, например, вдоль хозяйских домиков установили более двух километров забора. Я за время работы УКАЗа с 2009 года мы начали заниматься конкретно по населенным пунктам снос и вовлечения земель. За этот период мы, значит, ввели все в оборот около где-то 160 гектаров земли. Ну, это же все-таки по спорям. Плюс на этих землях, как видите, хороший урожай. Они в свое время были запущены, да, заросли. Во-первых, и благоустройство населенного пункта тиралось, и все остальное. После, хоть, как говорится, деньги и выложили, но и хорошая отдача. Ну, и хозяйству, и корма, и зерно, и все остальное. Стоит отметить, что не только в малых населенных пунктах Гомельщины, но и в самом областном центре проводится работа по благоустройству, наведению порядка и обследованию объектов неиспользуемого имущества. В частности, с 2016 года к такой деятельности подключились органы Государственного санитарного надзора. В первом полугодии этого года в городе Насожем надзорные мероприятия провели специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии на территориях более 300 неиспользуемых объектов. Нарушения были зарегистрированы на каждом шестом объекте. По всем выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства в адрес соответственных субъектов хозяйствования нами направляются рекомендации устранить выявленные нарушения в добровольном порядке. После истечения установленного срока обязательно проводится повторный осмотр территорий. Практически всеми субъектами хозяйствования принимаются необходимые меры по наведению порядка. Гомельщина в числе первых в республике провела масштабную работу по инвентаризации земель всех населенных пунктов. Десятки тысяч реанимированных гектаров уже приносят реальную пользу народному хозяйству. Работа по наведению порядка будет продолжаться. А конечная цель, которая поставлена руководством области, в частности перед землюстроителями, такова. Каждый квадратный метр земли в области должен иметь конкретного хозяина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова